Привет, братва! Это заключительная серия нашего трипа через всю Америку. Напомню, что мы купили ржавое ведро за 1000 баксов и на нем рванули из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Идея достаточно дикая, как за это время у нас не то, что тачка сдохла несколько раз, но мы успели даже ее поменять. Очень много всего посмотрели, но, к сожалению, вляпались в неприятности. В этой серии мы решили заехать в самый криминальный город США – Детройт. А в нем поехать в самый криминальный район. Может, найдем дом, где жил Эминем? Думали мы. Но нас встретили. Вот такие ребята. Далее чудом добрались до Нью-Йорка и сразу на вертик. Но тут новая беда, и она связана с нашей тачкой. Сильно спойлерить сейчас не буду, там в конце Диману еще я сделал братский подгон за то, что он все это пережил. В общем, желаю вам приятного просмотра, готовьте чаеку и погнали! Так, меня сейчас тоже обыскали. Просто жесть, друзья. Первый раз так и все вообще. Они просто обыскивают всю машину, просто смотрят весь мой рюкзак, каждое дело открывает. Прямо сейчас я не могу подойти к машине, стоим на расстоянии и ждем. На самом деле страшно, что что-то может пойти не так, но у людей у нас все нормально. Ну, только даже номеров нет. Диман сказал им респект за то, что они нас остановили, типа, как я понял. Блин, ну это прикольный опыт, братан, ну это прикольный опыт. Ну, что, мы почти приехали в Детройт. Жестко. У нас наступил следующий день. Мы надеемся, что финальный. Вон там уже Детройт. Я напоминаю, что сегодня 19 число. И у нас сегодня последний день, когда мы можем ехать на машине. Нам вообще нужно с ней проехать тысячу километров за один день. Это уже получается четвертый день, когда мы будем каждый день по косарю проезжать. Но, надеюсь, мы успеем и все будет круто. Потому что иначе дальше мы не можем не передвигаться. И все, наш путешествие закончится. Ну, собственно, все. Мы в центре Детройта. В принципе, ничего такого тут нет. Как вы знаете, это считается самым криминальным районом. Но, в целом, обстановка абсолютно нормальная. Город как город. Я думаю, мы сейчас загуглим какой-нибудь самый опасный район. И поедем туда. Давай, да. О, полиция. Полиции здесь много реально. Самый криминальный район Детройта. Поехали. Первый Белмонд. Ты говоришь Белмонд? Белмонд, да. О, е. Маленький. Маленький, опасный квадрат. Ну, нормально. Именно туда нам и надо. Надо вообще проверить, насколько здесь опасно. Два снежка просто катаются. Сейчас заехали на заправку в Детройт. И меня удивило, что здесь продавцы за стеклом. За бронестеклом таким. Как в банках. То есть настолько все опасно. Немного безопасно. Немного безопасно. Немного безопасно. Ржавые машины, огромное количество мусора. Но мы здесь на своей Тарантайке дома вообще как своими. И ни одного человека простояли, ни одного. К баскетбольному кольцу пришел конец. Самое главное, что здесь просто ни одного человека. Просто максимально пустые улицы. Хотелось бы, конечно, нарваться на неприятности, но пока нет такого. Огромное количество заброшенных магазинов, сервисов. Домов, очень много мусора реально валяется везде. Слушайте, вообще непонятно, как Эминем вырос в Детройте. И еще в Детройте снимался фильм «Восьма милей». Смотрите, какая разборка. Мы в Детройте. Да ну нахер, просто жесть. Чисто в теории, так же могут и с нами. Это просто жесть вообще. Короче, ну мы так прокатились немножко по райончику. Плюс-минус поняли обстановку. И думаем, нам нужно, наверное, двигать в Нью-Йорк. Ну, опознаем. Скорее всего, да. Хотелось бы осмотреться, посмотреть, но пока нет такой возможности. Хотелось, конечно, бы это вот все посмотреть, но пока нет такой возможности. Мы опаздываем. У нас реально вот мы сейчас проложили маршрут Нью-Йорк. Мы не успеваем, да, в 12.15. На 15 минут опаздываем. Придется нагонять. В нынешнее неспокойное время очень много всего идет наперекосяк. Особенно то, что связано с финансами и предпринимательством. Непредвиденные ситуации случаются все чаще. То компании закрываются, то банки попадают под санкции. В общем, вести бизнес сейчас действительно непросто. Поэтому я в очередной раз хочу вам посоветовать выбрать действительно надежного партнера. А именно, модуль банк. Первый банк для предпринимателей. Он является полностью частным и поэтому не попадает ни под какие санкции. Модуль банк продолжает стабильно работать по SWIFT и регулярно запускает новые альтернативные валюты стран СНГ и не только. Также недавно они запустили полностью бесплатный тариф стартовый. Там нет никаких ограничений по оборотам или срокам деятельности. Бесплатная бухгалтерия для УСН 6%, переводы ИП и юрлистам другие банки бесплатно. И переводы на карты физлиц до 250 тысяч без комиссии. А еще для всех, кто работает с маркетплейсами, у ребят есть тарифы Seller и Seller Pro, которые позволяют выводить прибыль от продаж на личную карту до 5 миллионов в месяц бесплатно, снимать деньги в банкоматах без ограничений и получать деньги за выкупленные товары от банка сразу, не дожидаясь выплат от маркетплейса. Они даже могут бесплатно отфоткать товар, сделать карточки, дизайн и все это от 490 рублей в месяц. Так что прямо сейчас переходи по ссылке в описании и открывай расчетный счет в модуль банка. Так, мы едем, все в принципе нормально, но дай телефон. К сожалению, время уже... 3 минуты у нас есть, доехай до Нью-Йорка. Как думаете, успеем или нет? У нас такой бомж-трип вообще. Сейчас там чувака, да, с утра не успели помыться, ничего. В общем, 3 минуты осталось, должно успеть. Ехать на самом деле фигню вообще, чуть осталось, ну как вот, посмотрите. Просто материк преодолели вот так. Вот так вот проехали. Осталось чуть-чуть. Итак, друзья, вот он, Нью-Йорк-сити. Все, давай. Пулачка. Я понимаю, что не все в нас верили, но мы сделали это. Сейчас двигаем на Тайм-сквуэр, потому что это финальная наша точка. Йеп. Привет. Просто не верю. Ну, теперь официально, после посещения Тайм-сквуэра, мы сделали дело. Просто очень круто. А теперь самое время полетать на Нью-Йорк. Давайте полетать на Нью-Йорк. А теперь, думаю, самое время полетать на вертолете. Так, братан, вы все правильно поняли. Сейчас мы будем летать на вертолете по Нью-Йорку. Сейчас будет самое интересное, кто где будет сидеть. Я надеюсь, что я смогу свесить ноги и показать вам лучшие кадры. Так, проходим технику безопасности. Это если мы упадем на воду на вертолете. Итак, шансов, что я сяду вперед уже становится больше. Прикиньте, мы будем летать полчаса над Нью-Йорком, над Нью-Йорком, над Нью-Йорком, над Центрл-парком. И все время мы можем укидывать ноги вот сюда. Просто так вниз, они могут болтаться. И все, единственное, что нас держит, один ремешок маленький. Слышь, прикинь, все, посадили двоих. И еще... Еще двое сидят там. И сейчас один из нас сядет вперед, а один назад. Ну что, давай скинемся. Все, ты идешь назад. Да не, ну может быть нет. Может быть нет. Он не знает правила первой ночи. Не, я думаю, знаешь, почему я вперед сяду? Потому что я весом как он, а ты тяжелее, поэтому ты назад. Ну, скорее всего. Все решает вес. Просто вот так, полчаса. Ты просто подвину рукой, ремень не стягнулся? Ну, в общем, я уселся. У меня супер кайф. Вообще, видно пол, видно вперед. Я уже протестил, как я буду снимать. Не знаю, хорошо или плохо. Нас повезет вот этот парень. Он 10 лет летает и вертика. Ну, достаточно модно. Похож на Академика. Пишите в комментах, если похож. Так, мы взлетаем, мы взлетаем. Так. Там такой ветер дует, на самом деле, Синли прям. Это раз у Виктора, где ищет Симанкетана. Это раз. И там два. Сейчас будем подвесать в центру парку. Ебать, да ну нахуй, блядь. Я просто не верю глазам. Просто эти небоскребы, они близко друг к другу. Эти водки, вертолеты летают над нами. Я снова говорю это, смотрите. Он полетел еще вертик. Вот он летит. Нереально круто. Я бы реально, конечно, хотел поменьше улететь. Но пока нет такого сборки. Это просто люкер. Вообще, если вы играли в Силоку Паука, то вот как бы тут все небоскребы, все так же сделано. Еще и Сансет, просто люкер заказы. Как вы знаете, я не очень люблю футбол. Но вот здесь я бы сыграл. Просто посмотрите. Вот посмотрите, как красиво. Пока, Нью-Йорк. Ну что, замерз? Замерз, на? Ты просто замерз. Меня просто нет. А ты как? Вообще, как у меня печка была? У тебя печка была? Да. Да фу**. А у тебя снизу ничего не дуло, реально? У нас просто... У нас всех поебал. У нас сначала, короче, у людей. Я смотрю, у всех валится. Короче, какие-то сопли, слезы. Все-таки полипают и замерзают. Но мне повезло. Я летел обратно в сторону. Если вы приедете в Нью-Йорк, то обязательно берите экскурсию на вертолете. Но лучше одеваться потеплее. Да, мы уже поняли. Лучше балаклаву одевать, перчаточки вот. И все. И тогда вы выйдете живыми, а не вот такими. Так холодно, да? Ну, меня тут пока еще не уважают. Не понимают. Смотрите, кстати, как буксируют вертики. Вот так это... Слсет крутой. Самое время заселяться в наш отель. Отель у нас тоже прикольный. Честно, я в шоке сейчас от города. Просто мы едем. Я понимаю, что он настолько грязный. Такая атмосфера очень мрачная. Не как в кино. Я уже был в Нью-Йорке. Тогда я как-то этого не так сильно замечал. То есть мусор просто везде валяется. Как в Детройте. Примерно если мы сказали, что это Детройт, я бы поверил. Вот Мак. Неожиданно совершенно мы запарковали тачку за 50 баксов. И нашли Урал. Смотрите. Вот этого я не ожидал встретить в Нью-Йорке. Следующий челлендж через всю Америку на Мотико. Я вот сейчас просто иду, и я не чувствую себя в каком-то супергороде. То есть грязные, коробки, машины, дома. Когда я был в первый раз, мне показалось, что прикольнее. Везде этот мусор. Наш отель. Привет. Американья. очень нравится вид empire style building там он куда видите черепашки не течет паук летает здесь у нас раскладной раскладные всякие штуки стол стул туалет душ вот такой раковина ну и собака давайте на пока собака открывай когда открываешь так дальше мы пойдем прогуляемся по дневному нью-йорку и затем будем продавать нашу малышку тачку на которой мы проехали через всю америку кстати в россии я тоже потихоньку распродаю свой автопарк очень тяжело это дается но увы такие времена в этот раз очередь дошла до одной из моих любимых бмв я уже даже создал объявление продажи на дроме так что если вы хотите узнать какая тачка на этот раз попала под раздачу идите на дром и ищите там синюю бмв м-ку в москве ссылку на дром я оставлю закрепи ну а мы погнали гулять вот и настал момент продажи тачки за росток сильно друзья вот она наша малышка покупали мы ее тысячу долларов да допустим но продавать мы будем дешево мы просто ее сдаем на металл какие-то тачку которым вы так долго искали здесь она никому не нужна нечего делать с ней который мы купили он тоже любит эту машину не готов и забирать поэтому сдаем ее на свалт она прям в утиль пойдет я думаю что они пофиксуют и перепродадут но дороже чем тысячи долларов вы бы никак с ней все равно не достали и чтобы без головной боли ее продать а по сути купили за тысячу продали за тысячу но я попрошу их если они будут сжимать ее прессом и раздавливать сметал то пусть они пришлют нам видео я хочу это видеть что поехали на улицу вот эта тачка будет вести нашу тачку по сути он просто на халяву забирает тач просто бесплатно машину которая вполне нормально мы на не проехали через всю америку хорошо там настраивает но никакой здесь никакой здесь не оставить ну да здесь нормально чувак радуется что забирает такую хорошую машину ну да там есть ангел и все остальные картофик кто это? я блогер я блогер я блогер от где? руси руси ты русский? ну да я как долго это лет? 16 часов но у меня это длиннее чем я лету в ЛА Нью-Йорк 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 ты любишь Нью-Йорк? это длиннее слишком дорожное слишком дорожное слишком дорожное это очень дорожное для этого автомобиля так, вы получаете бэдпин так, носки, носки мои давай бэдпин, бэдпин бэдпин не хочу продавать эту машину бэдпин это так жалко вообще и кружок бэдпин так лебеди и и 10 40 в в в в в дачка нас забирает веселый. Что она сказала? Вот за хр... Такой, ну... Короче, этот хитрый мужик... Нью-Йорк! 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 Ну, короче, наебал везде. Он говорит, что у нас есть фанализаторы, поэтому готов нам дать 250 баксов. 250, первый учитель сказал 250. Дальше у нас уже билет куплен, и мы вылетаем. Поэтому придется соглашаться. Я только не хочу, я за четыре средние хотел продавать. Это нормальная тачка, за 250 это вообще... Это вообще... Просто бесплатно ее даем. Скажи 350. Скажи 350. Скажи 350. Можно ли мы хотя бы сделать 350? Он не сделает. Да, это нормальная тачка. Да, это нормальная тачка. Он получает деньги за то, что он прям здесь стоит, флексует, с нами рэп читает. Решает чувак на телефоне. Из Калифорнии? Это жил. Здесь нет ничего. Мы знаем, ***. Им именно металл нужен в этой шляпе, которую кто-то забрал, поэтому... Ну, эти чуваки из Юды забрали. Потому что она едет им вообще до одного места. Поэтому... Ну, давай соглашаться, окей. Окей, это дил. У нас есть дил. 250. Вот здесь, прямо сейчас. Никаких вопросов. Да, ***. Поверь, там ничего не попало. Ну, это жесть. Я не знаю. Пишите в комментариях, как можно было выйти из ситуации, но просто надо летать обратно в Москву. А машина в Нью-Йорке... Ну, блин, нам ничего не сделать. Практически у нас в Нью-Йорке нету. Поэтому так. Чё ты хочешь давай? Блин, ты ему ещё пятёрку поставил? Ты чё, ***? Да на *** я. Бесплатно? Ты ему просто так ставишь оценку? У нас на *** на два раза. А что ты делаешь? Блин, просто *** да. Просто ***. Россия. 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 Да, да, Россия. Ты оставишь себе? Скажу, вот эта штука? Да. Не, я скорее всего выкину её за первым углом. Ну, просто знаешь, держим вот эту штуку и понимаем, что хороним лучшего друга и путешествие официально закончилось. Но ещё надо добраться до Калифорнии. Я долго смотрел в окно и нашёл номера и решил, что нам нужно забраться вот на то здание. Empire Steel Building. Собственно, вот мы и наверху. Выглядит очень круто. Ветер дует прямо. Ох. Такое ощущение. Надо бы посмотреть, наверное. Из Манхэттен. Смотрите. Вот он, шпильд. Мы реально на самом верху. И, если честно, в такие моменты ты понимаешь, насколько ты мелкий. Насколько вот твоя жизнь просто маленькая. Маленькая точка. Маленькая точка. Вот просто одна из, блин, миллиардов, миллиардов людей. Надо, короче, как-то по максимуму проживать свой отрезок. Ты смотришь на это и понимаешь, что настолько наша жизнь ничтожная, она маленькая. В другую сторону у нас вот такой вот виток. Я боюсь этого города. Он слишком большой для человека. Кстати, друзья, смотрите, какая здесь еще штука. Показано, как строилось башню и все такое. Но прикольно в этот момент. Вот это мое детство. Кто помнит, что вот это такое? Вот это... Это... Мы с 70-х по 2000-х. Кто шарит, пишите в комментах. Так, друзья, вот такой прикол. Это вниз, реально? И наверх. В общем, все боятся вставать кроме нас. Так, друзья, походу у нас проблема. Блин, очень релестите сделано, прикольно. Так ребенку страшно. А страшно, потому что он там высок, по-моему. Блин, я прям представляю, как Человек-паук летит. Что-то интересный факт. Смотрите, вот этого чувака прокатили один раз на вертолете. Наверное, полчаса, просто экскурс на вертолете. После чего он по памяти, то есть у него фотографическая память, он по памяти нарисовал весь Манхэттен. Вот, от и до. Полностью, в общем, весь Манхэттен, Сатусвободы, там Бруклинский мост, Бруклин. Походу, местный супергерой. Вот это самое крутое, что здесь есть. Вот сейчас фоточка будет залетать. Вот это да, бля. Вот теперь мы на самом верху. В общем, друзья, на последнем этаже самый топ. Так, друзья, сперва нужно еще нам добраться до Иллея, и там уже закончим отрок. Это просто, друзья, такой кайф летать бизнесом в Америке. Тут просто можешь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес спокойно вытянуться, просто лечь, полностью лечь, спокойно смотреть, чтобы отдыхать и лететь. Мы вернулись в Лос-Анджелес, и нас встречает вот такая вот ситуация. Тачку с Диманом, что ли? Это просто везение. Как мы только приехали, Диман уже за решеткой. Полицейские. Что за факт? Бля, Димана здесь уважает. Я, честно, вообще не понимаю, что здесь происходит. Дима открывает нам двери, все, он куда-то ушел. Мы только зашли, приехало две полицейских машины. Там одна, вторая. Сейчас спросим у него, что произошло. Что, тачка открыта, надо брать и ехать, мне кажется. Что не скажешь вообще? Какая-то херня случилась, надо просто к бассейну пройти, наверное, почилать там, не знаю. Окей. В этом билдинге лишь на скопах увидеть, это вообще… Обычное дело, да? Я вам так скажу, вернувшись после Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где пальма, отличная погода, солнце… Блин, просто нереальный кайф. И сегодня я уже улетаю все в Москву домой, но перед этим хочу заехать в одно место и кое-что сделать. Так как Диман вписался в эту лютую делегу с поездкой, прикиньте, мы 9 дней ехали из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, я решил сделать ему крутой подгон и купить PlayStation 5. Да, я готов. Наконец-то купил и обошел просто кучу магазов, нигде, короче, не было. Мы просто долго обсуждали с Димой, что, ну, в детстве хотели играть во всякие игры там, но как-то не было возможности, короче, а сейчас возможность есть. Играть как бы хочется, там, GTA пройти как минимум, ну, как-то не хватает времени, но после этой поездки Дима сказал, что первым делом он переедет и поедет покупать PlayStation. Ну, я, короче, сделал первее него это. Я думаю, он обрадуется. Ну, вообще, огромный респект ему за то, что вписался в такую делегу, потому что происшествие реально было тяжелое. Ну, а главный прикол в том, что у меня самолет через три часа, мне надо еще один подарок купить. Вообще, просто жесть. Сейчас перед выльцем какая-то суматоха, не как обычная. Катаемся на стрингах. Мы жестко опаздываем, но я купил тебе подарочек небольшой. Что это? Ну, открой багажник. Это уикенд цветов? Да. 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 Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Я чуть не заорол. Книга! Посмотрите на этот. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Короче, теперь я обязан пройти GTA 5. Спасибо, что вписался в Trip. Да, да, да. Тебе спасибо. Офигеть! Ладно, все, let's go. Смотрели фильм «Такси»? Итак. Собирать, что происходит? Это что, скоростной поезд? Это скоростной поезд. Поезд первый сорт. Виражи проходят на раз. Просто валим. Дальше я бегал с горящей жопой по аэропорту, чтобы успеть на свой рейс, но когда сел в Самбик, я расстроился. Ведь это были офигенные 9 дней, за которые мы переехали поперек материк Северная Америка, преодолели расстояние в 5000 километров на тачке за 1000 долларов. Столько курьезов произошло за это время, столько впечатлений, и очень хотелось, чтобы наш этот trip заканчивался. Я вот думаю, может после Нового года снова куда-нибудь рвануть? Пишите в комментах, какая страна вам интересна, и если вам заходит такой формат, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами был Дима Гордей. До новых встреч!